Квадра многоборья, в которую входят квадр-триал и квадр-трофи. Квадра-бум в Алтайском крае проходит впервые. Хороший подарок региону в год 80-летия. Организаторы несколько дней готовились к красную трассу и грязевую ванну. Для нее прекрасно подошла заброшенная силостная яма. Я думаю, что будет жестко. Сколько уже зарегистрировалось? На данный момент зарегистрировалось 42 экипажа. Я думаю, что еще у нас час до конца регистрации. Надеемся, будет еще столько же. Олега, давай! Как трасса? Классная трасса. Безопасная. Есть разогнации, повороты, Т-образные подъемы. Все классно. И погода фартит. И пыли мало было. Первым шел. 53 участника из Томска, Новосибирска, Барнаула, районов Алтайского края, Бийска стартуют с разрывом в две минуты. На трассе прохождения контрольных точек фиксируют арбитры и победит тот, кто покажет лучшее время. Одновременно на спецплощадке начинаются гонки юных квадроциклистов. Возраст самых маленьких участников шесть лет, но в ловкости и азарте они уже не уступают взрослым. Пока секретариат подсчитывает время и определяет имена чемпионов в каждом из восьми технических классов, участники успевают отмыть от грязи и пыли квадроциклы и себя. А мы все одна команда ЧАЭС. ЧАЭС Новосибирск. Главное участие. Мы настроены на победу однозначно получается. Мы отсюда введем какое-нибудь место. Церемония награждения оказалась продолжительной. Спортсмены как опытные, так и начинающие показали отличные результаты. Приз зрительских симпатий. Парень, у которого еще все по-настоящему впереди. В соревнованиях квадроциклистов «Квадро-бом-2017» призом зрительских симпатий награждается Никита Аносов. Гордбейст. Никита Аносов. Дай, Гетро. Красавец. Золотые медали чемпионов в пятом и шестом технических классах завоевали новосибирцы. В восьмом и четвертом классах лучшими стали бейчане. В девятом техклассе золото вручено спортсмену из Кемеровской области. Среди детей также борьба была острая сразу в трех классах. Золотую медаль чемпиона получили Артем Зубов из Новосибирска, Женя Пантыгин и Саша Щукин из Бийска. Первый квадро-бом на алтайской земле прошел на ура. Где квадроциклисты встретятся в будущем году пока неизвестно, но этих спортсменов не испугаешь расстоянием или плохой погодой. Они всегда готовы к борьбе. Марина Волкова, Будни.